Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала! В России копейка, одна сотая рубля, традиционно была законным денежным знаком. Многие люди, особенно те, чье детство прошло в Советском Союзе, с ностальгией вспоминают, как много товаров можно было приобрести в ту пору, расплатившись этими мелкими монетами. Так, всего одну копейку стоил коробок спичек или стакан газированной воды, 13 копеек по тонн белого хлеба, 40 копеек, 1 литр бензина и так далее. После развала Союза и выведения советского рубля из денежного оборота в 1993 году, россияне целых 4 года жили без копейек в кошельке. Поэтому, когда в 1998 году Борис Ельцин объявил о динаминации рубля и выпуске новых денежных знаков, народ возрадовался, ведь копейка вновь вводилась в оборот. Тогда же были выпущены новые монеты. Одна копейка и пять копеек изготавливались из стали, плакированной мельхиором. 10 и 50 копеек из латуни. Последние по качеству изготовления были близки к советским образцам. Надо заметить, что на январь 1998 года у рубля был достойный курс. Так, за 1 доллар США давали около 6 рублей и хождение копеек имело смысл. В августе 1998 года в России грянул экономический кризис, и рубль обесценился почти в три раза, что нанесло первый ощутимый удар по важности копеечных монет. В 2006 году монеты номиналом 10 и 50 копеек, изготавливаемые ранее целиком из латуни, начинают чеканиться из стали, плакированной латунью. В 2014 году грянул новый кризис, и рубль обесценился примерно в два раза. На этот год пришелся последний выпуск монет номиналом 1 и 5 копеек, а в 2015 году прекратили чеканить и монеты номиналом 10 и 50 копеек. Примерно в то же время во всех крупных супермаркетах страны цены стали округлять до рублей, а еще задолго до этого копеечные монеты очень неохотно принимали в ларьках и в общественном транспорте. Как оказалось, Центробанк России специально пошел на вывод из оборота копеек, так как себестоимость их чеканки превосходит номинал самих монет. Монетарные власти России неоднократно заявляли, что хотели бы отказаться от выпуска мелких монет, поскольку россияне их фактически не используют, а их производство убыточно. По данным на 2010 год, производство копейки стоило 47 копеек, 5 копеек, 69 копеек соответственно. Отмечается, что отказ от производства копеечных монет позволил Центробанку сэкономить миллиарды рублей. Вот такая вот печальная история с копейками. Давайте рассмотрим сами монеты. В этом месяце во дворе дома мною была обнаружена монета номиналом 2 копейки 1963 года. После очистки стало понятно, что у нее небольшой износ, четко видны номинал на аверсе и герб на реверсе. И все это несмотря на то, что за свои 56 лет существования монета долго находилась в обороте, неизвестно сколько пролежала в земле. Как уже отмечалось, примерно такими же качествами отличаются монеты номиналом 10 и 50 копеек, выпущенные до 2006 года. А вот те же монеты, выпущенные позже, изготовленные из стали, очень быстро разрушаются под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды. И так, как отмечает в пресс-службе Центробанка, цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, товары на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках. Несмотря на то, что монеты номиналом ниже 1 рубля фактически вывелись из оборота. Учитывая рост популярности банковских карт, суммы с которых списываются вплоть до копейки и общемировую тенденцию отказа от монет, особо печалиться по этому поводу не стоит. Справедливости ради важно заметить, что монеты США номиналом в 1 цент также изготавливаются из стали и очень сильно подвержены коррозии. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!